Дорогие друзья, как вы знаете, меня зовут Олег Аллафгудвин, я популяризатор массажа технологий и других телесно-алитированных практик на всем постранстве интернета. И сегодня я хочу вам представить Андрея. Это инструктор, спортинструктор, да, обладает в прошлом спортинструктор, сейчас я еще и технолог, компания Аравия, массажист, начинающий, получается, что у нас? Да, вообще самосвязь я расскажу. Да, да, да. Начинающий, скажем так, Костоправ, благодаря вот Олегу, как говорится, начинал с его видео, уже заканчивал у него, уже здесь обучаться. На тренинге, да, мы тут все закончили тренинг. Потому что видео это мало чего дает. А вот приходишь сюда, смотришь, чтобы зарабатывать. И опять же, ты мастер всевозможных видов обертывания и аппаратных технологий, да? Ну, это все, да. Работал раньше, в чатных клиниках работал, и в целом на красоты работал, на аппаратах работал, аппаратным оборудованием по похудению, по обертыванию, большой опыт. И сейчас как раз преподаю по Аравии. Что еще? Ну, поясни. Аравия это компания, которая предоставляет... Аравия это косметическая линия, которая предоставляет косметическую линию по работе по телу, для похудения лицу, по лицу, по шугарингу. То есть, это большой такой косметический центр. Ну, и тоже другие косметические средства ты тоже используешь. Да, да, да. И как мастер, ты... Западные, автрийские, испанские, все это работают. Ты понимаешь, какое где можно средства брать, не брать, а может и с другой компанией. Ну, и где-то можно сопоставить, что-то сделать, да. Это с опытом приходит, да? С опытом, со временем все это работает, сделает. Ну, а вот скажи, Андрей, нас сейчас интересует, сколько вообще может зарабатывать массажист, выгодно ли эта профессия? Стоит ли туда идти, окунаться с головой или так, как бы? Массажист не может, а массажист должен зарабатывать. Должен. Должен зарабатывать. Должен зарабатывать много. Много зарабатывать, да. Он должен уважать свою профессию, любить свою профессию. И клиенты полюбят его. И в итоге он придет к тому, что он не будет где-то сидеть и ждать, когда ему кто-то там в солнышке красоты скажет, что у нас хороший массажист, придите к нему. А он пойдет уже, как говорится, ну, по людям, можно сказать. Люди нашут его рекомендовать. Уже молва впереди него. Молва, да. И он будет отработать целыми днями. Он бросит эту работу на дядю, на тетю где-то. И будет работать на себя целыми днями. Просто будет мечтать о том, что вот, ну, вот может быть выходной, я отдохну. А тут опять людям звонят, он опять выезжает, опять работает. То есть массажист, он зарабатывает очень хорошо. И если он работает, и себя развивает, учится, обучается постоянно. Ну, вот наших телезрителей и интересует. Многие говорят, ну, там в городах миллионников, в Москве там можно заработать. А у нас чего заработаешь? Ты из какого города? Я в Саренбурге. Ну, в Важенбурге нормально, но там можно заработать? В Саренбурге, ну, я скажу так, то есть 100 тысяч массажист должен зарабатывать. Не может, а должен. От 100 тысяч. Да. Кто не зарабатывает 100 тысяч массажистом, тот просто себя не уважает. Ну, или не ездит, не обучается. Не повышает профессиональное мастерство свое. Да, то есть каждый навык приобретен, да, каждая технология, она в плюс копилочку вашего, я называю это, ассортимент массажиста, да. То есть клиент приходит, это ему это предложил, это, это. Вы как бы должны смотреть, что у нас идет впереди планеты, что люди хотят. У нас как бы привыкли массажисты, ну, это просто массаж, ну, походку, не поглаживание, да. У нас как бы приглашают, мы вас погладим, мы вас там что-то еще сделаем, чем-то намажем. А надо смотреть, к чему сейчас идет, как бы прогрессирует, что у нас, для чего нужно массажист. По последнее время у нас это начался, ГМО всякие, да, вот эти вот, компьютеры, все. То есть начинается вот стихондроз, начинаются вот всякие проблемы с мышцами, с позвоночником. И надо потихонечку, как бы, переквалифицироваться, идти дальше, идти по этим проблемам. И тогда вы будете востребованным нужным людям, будете именно зарабатывать. Ну, посоветуй, какие сейчас актуальные проблемы, чтобы не зарабатывать? Может, какое-то обертывание? Обертывание. Ну, похудение, по-моему, во все время надо было. И все за этим идут, и мы сейчас, весна, все пойдут через обертывание. Очень хорошо, это коррекция фигуры через обертывание, без этого никак. Даже никакой антицеллюлитный массаж ему не поможет без обертывания, на самом деле. Хорошее обертывание, ну, я там вам скажу, термальное. То есть кривое или термое, жесткое кривое или жесткое термое. Ну, желательно. Желательно соблюдать, конечно говоря, все инструкции по обертыванию. Не так, чтобы пришли, как слово, приходится забрать денег, вас чем-то намазали, сказали, идите через 15 минут. А надо выполнять всю эту технологию обертывания, если правильно будет выполнять. Например, коротко. Сколько стоит сеанс, сколько длится, сколько можно? Сеанс для клиента, ну, если хорошее обертывание, если клиент себя уважает и хочет на самом деле похудеть, ну, в тысячи полторы он должен заплатить за сеанс. За один. Это в Оренбурге. Это в Оренбурге. По времени это час. Час, примерно. Час, да. Но это не просто, я говорю, не то, что как человек пришел, его намазали, он ушел. То есть, человек пришел, его должны почистить ему кожу. Снять вот эти все непонятные, как говорят, от одежды, от внешней среды, загрязнения. Конферс процедур, да? Да. Потом идет скрабирование. Сейчас хорошо инометически разочищаем. Потом идет легкий массажик, да. Потом идет у нас активация, запускаем весь метаболин в тканях. А потом делаем обертывание. И вот тогда клиент получает то, что он хочет. Он пришел похудеть, он пришел там снять 3-4 сантиметра за один сеанс. Тогда он это получит. Если правильно, выполнить обертывание. То есть, есть такие фиксированные результаты, да? Есть, конечно, есть. Потрясающе. А если как бы тяп-ляп, лишь бы как бы заработать, потом к вам люди не пойдут, и на берстывание никто не захочет пойти, никто не похудеть нормально. Ну, а что еще само востребованное? Там LPG терапия? LPG востребована, ну, все равно там получше рук ничего нету. Вот я тоже так считаю. Лучше рук ничего нету. Это любой матер скажет. Мануальная терапия тем более востребована. На сегодняшний день, как я и сказал, да, у нас вот эта ГМО-продукция, как бы мы ни старались питаться правильно, да, все равно везде чем-то обполивает непонятно чем, да, все равно там ГМО попадает. Вот эти наши компьютерные технологии сидим по-любому, поэтому по-любому проблемы, касающиеся с опроса, по-любому. С костями проблемы. Да, это по-любому. То есть у стихондроз, это у всех. Прекращение нормальной циркуляции крови в районе трапеции, это практически у всех. Поэтому тут никак без этого не болтись. Ну, как я говорил, что если у вас есть навыки в руках, а у человека рядом есть спина и шея, то у вас всегда будет клиент. Просто он об этом не знает. Даже навыки и клиент. Вот сижу в кофейне, пью кофе. А раз садит девушка рядом, смотришь, что у нее такой горбик своеобразный. Не климатически, а вот на всю спину. То есть трапеция такая воспаленная, все, там позвонки смещенные. Она так раз меня пройдет кофе-вадмин, два. Я ей проходит третий раз, я говорю, девушка, у вас вот проблема такая, или с грудным, или с шейным, или трапеция. Она так встанет, а откуда вы знаете? Я говорю, ну я как бы вижу. А вы можете помочь? Я говорю, могу. А я вот ходил к массажистам, они там похлопали, потопали. Вот ничего. Я говорю, вы придите на один сеанс. Я вас не прошу на десять, на пятнадцать. Один сеанс проплатите. Попробуйте. Попробуйте. Не веслатно проплатите. И потом эту вот, позвал такого, не позвал, а предложил, пригласил с ее проблемами одного, а потом за ней слева идут еще человек десять. Потом я говорю, массажист, он зарабатывает. Потрясающе. Если массажист руками, если он думает, что хочет зарабатывать, он заработает. То есть клиенты есть всегда. А они вокруг нас. И сто, и двести тысячи, и двести тысячи, и двести тысячи. Можно заработать всегда. Ну а там при определенном опыте, может и больше даже. То есть здесь как бы, во-первых, и цена за массажа резиновая, все платят по-разному. По-разному, да. И соответственно от вашей работоспособности зависит, есть ли у вас потолок финансовый от работы или нет. Нет, да. И удовольствие от работы тоже. А тем более у нас, как в Арсайгорске, клиент, все за этап клиента, как мы там подойдем самому предложу. Да, правильно. Можно никто скажет, ну вот там цена, цена. Но вы сделаете минимальную цену на 50% меньше, чем, например, все на один сеанс. Вот увидели клиент, бедный, ходит там, мысль, что-то болит у него, все. Ну предложите ему даже за 50%. А потом ты деньги вернулся, а потом еще сверху заплатил. Потом вы еще какие-то ему услуги предложите. И еще сверху накинете и 100%, еще больше денег вернется, чем минус вот те 50%. Он к вам придет с проблемой стихоандроза, а дальше уже пойдет антицеллюлит, правка позвоночника и все, 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 все. И там еще накидывается. Очень хорошие суммы. Главное, если бы он зашел. Правильно. Слушай, ну вот такой вопрос. Ну, во-первых, подтверждение твоей темы, получается, что в основном рекламу ты не даешь, это сарафанное радио работает, да? Да, у меня 99% это сарафанное радио. Тут мы не тратим все, да. Не, у меня есть, я там и ВКонтакте, и там, где там еще, там, это, Инстаграм, все есть. Но это так вот, что-то у меня просто, как картинки получается. Я уже там уже рекламу толком не даю, потому что постоянно идут звонки от людей. То есть, он к одним пришел, от него звонит. К другим пришел, еще кто-то звонит. То есть, бывает так, что некоторые сидят и говорят, надо рекламу давать, надо бегать. Ну, ты бер такой провинциальный город, как у нас там относительно Оренбург. Находит он там как бы и областной, но все равно. У меня бывает, жена говорит, у тебя завтра там записано 3 человека, ну, как-то это вообще мало ни о чем. Хоть кому-то позвони. Я говорю, я не буду звонить. Говорю, мне сами позвонят. И я знаю, что у меня 3, в 12 часов ночи меня уже 5. Утром я проснулся, еще мне позвонили, я выезжаю на работу, у меня уже 8 клиентов. Если вам нужны клиенты, если у вас руки и вы думаете об этих руках, чтобы они были золотыми, то у вас будут люди сами звонить. Я не буду звонить. Слушай, ну, прекрасно сказал. Так что, если вы новичок, если вы только собираетесь выбраться, заняться этой профессией или не заняться, то поймите, что тут реально есть финансовая выгода. Выгода по времени. Вы свободны сами располагаете своим временем. Кроме того, обладая этой профессией, можно заработать и в любой стране, и в любом городе, и в любом возрасте, сколько вам бы ни было. Я вот Олегов перебью, я приехал сюда на обучение, в Москву, и вот позавчера у меня было два массажа. То есть вы жились? Ну, у меня как бы дети, родители живут в Оренбурге, а дети тут. Ага. Я выезжаю, одна мамка говорит, а вы в Москву едете? Я говорю, да. А у меня там дочка с мужем. Я говорю, да ради бога. Я говорю, только мне негде массаж делать, не стало, ничего нету. Я сюда прилетел, через день они уже взяли в аренду кабинет в салоне красоты. Сами, 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 да. Сами заплатили за аренду, я пришел, двум человекам сделал массаж. Практически у меня билет оплачен обратно. На самом деле. Да. Ну, тысячу я добавил на обратную дорогу. Все. Вот такое тоже бывает, да. Ради меня клиенты покупают, ну, приходишь домой, когда, да, покупают стол массажа, ставят через дома. Там все маски, масла, сами плачут, сами все покупают. Все расходные материалы, да. Так что, в принципе, выгодная профессия, достаточно достойная. И нет, я считаю, ничего лучше и приятнее, чем нести вот такую пользу людям. Тем более благодарности. Я не знаю, в любой другой профессии не столько благодарности. Вот с этим мы с вами с тобой согласимся. С вами попрощаемся. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Ставьте колокольчик, чтобы получать новые уведомления, новых полезных видео. До новых встреч, друзья! Пока!